добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на канале строй и живи мы начинаем на этом объекте строить новый каркасный дом в рамках компании строй и живи и первый этап это свайно-винтовой фундамент на нем я вам на этом объекте и в этом ролике расскажу все правила по которым должен действовать бригадир должен действовать заказчик какие вопросы могут быть могут возникать на объекте которому надо быть готовым вам как заказчику либо если вы самостоятельно планируете выполнить мероприятие тоже нужно к этим вопросам подготовиться и для себя их решить до того как вы начнете это мероприятие ну и в целом я расскажу про свайно-винтовые фундаменты ну фактически все что знаю и так это очень полезный видеоролик поэтому поудобнее усаживайтесь и приятного просмотра давайте начнем по порядку что такое все в принципе винтовые сваи сегодня состоят и на что нужно обращать внимание при выборе свои во первых винтовая свая это такое изделие которое выполнено из двух частей первая часть это ствол сваи он выполняется или из электросварной трубы это вот такая вот классика что такое электросварная труба это труба которая на заводе выполнена из листа плоского то есть лист загнули и шов проварили соответственно когда вы заглядываете в полость любой сваи в этот шов можете наблюдать это в классике еще раз повторюсь электросварная труба есть свои повышенной надежностью которого этого ну так скажем слабого места в виде сварного шва нет вторая часть кстати еще хочется сказать про трубу так называемую некондицию это так на жаргоне у людей которые занимаются продажей металлопроката то есть когда на заводе изготавливается вот такая электросварная труба а в принципе она служит в основном для водопроводов вот там очень жесткого требования к этому шву нету так как это не газ не для газа эта труба соответственно проверка там происходит ну как выборочно выпустил завод там 50 тонн этой трубы или там 100 тонн этой трубы идет технолог и проверяет каким-то там звуком ультразвуком я не знаю как это сам не видел но проверяется партия как-то выборочно если в количестве проверенной продукции обнаружилось какое-то количество брака то вся партия бракуется и она приходит но попадает в категорию не кондиция соответственно эту не кондицию не выбрасывать на металлолом переплавку не отдают ее продают на рынке по более сниженной цене что такое не кондиции чем это вообще грозит при использовании винтовых свай из этой самой не кондиция стоит она ну примерно в полтора раза дешевле это не кондиция чем нормальная труба которая прошла проверку ну во первых не кондиция заключается в том что какое-то количество этого сварного шва а потому что варит там не человек робот соответственно где-то могут быть какие-то сбои и пробелы в этой сварке соответственно чем это грозит тем что шов проварен не сильно качественно и при вкручивании свая на нее передается достаточно большой крутящий момент свая при вкручивании в грунт уже находясь в грунте когда максимально усилие на него прикладывается в конце когда длинными рычагами ребята докручивают она может свернуться этот шов может лопнуть не выдержать но вы как заказчик этого никогда не узнаете соответственно несущая способность такой своей будет сильно ухудшена а бригадир который смотрит в эту свою или рабочие перед тем как заполняется метно-песчаная смесь или раствор о котором поговорим позже соответственно он увидит этот изгиб но никогда но об этом вам не признается потому что но никому не охота сдать ждать сидеть пока привезут новую свои вкрутить ее вместо этой эту надо выкрутить выкинуть и так далее в общем это геморрой еще тот поэтому нормальные производители винтовых свай кем является компания свой фундамент не кондицию не применяют в принципе и так вторая часть винтовой свая это ее лопасть обращаю внимание на вот этот шов который вы видите лопасть винтовой сваи должна состоять из двух половинок если посмотреть в створ винтовой свая вы видите что лопасть она заходит на эту лопасть видите то есть здесь больше чем 360 градусов и только такая свая является качественной то есть из единого цельного листа железа такую лопасть не сварить есть бракоделы которые называют себя производителями качественных винтовых свай сами такими не являются они ради экономии на одном листе металла располагают цельную такую свою выгибают и говорят что это ну типа качественнее ну представляете насколько это экономнее это приличные деньги кстати мы снимали пару лет назад на эту тему видеороликах заработать два с половиной миллиона на производстве винтовых свай ссылка на это видеоролик будет в описании там я детально вам рассказываю кому интересно посмотрите как экономят и сколько зарабатывают на этом бракодела так вот запомните самый главный принцип свая должна состоять из двух половинах не не быть цельным элементом почему потому что только при такой форме лопасти она будет набирать ту несущую способность которая заявлена на всех сайтах производителей винтовых свай а какая несущая способность у винтовой свая 108 миллиметров при диаметре лопасти в 300 миллиметров значит на всех сайтах обычно пишут 4 там пять тонн мы в своей практике берем цифру 4 тонны но расчетную при проектировании фундаментов под строение но реально мы проводили испытания при том что проводили не тут не самостоятельно приглашали андрея лошкарева с канала все по уму настройки соответственно и на его канале на нашем канале есть этот видеоролик там свая без каких-либо подвижек выдержала ну правда не там разовая нагрузка была то есть она не было в течение какого-то длительного времени то есть сейчас мы подождали максимум 9 тонн поэтому мы смело себе заявляем что 4 тонны это свое точно держит вот именно при такой конфигурации лопасти можно рассчитывать что свои действительно держит такую нагрузку а все вот эти лопасти из цельных кусков там конечно же нагрузку никто не мерил да и зачем так заморачиваться нужно же сэкономить заработать на вас как можно больше денег такие свои конечно же можно брать и использовать под какие-то временные строения или я точно знаю что очень многие используют такие свои когда строю дома там на продажу под аренду понимают что там лет за десять все это дело отобьется и дальше бог его знает дальше следующий момент на который нужно обращать внимание это толщина металла как у лопасти так и у самой винтовой свая берем электронная штангель циркуль и измеряем при измерениях на что стоит обратить внимание во первых желательно использовать ну наиболее точный инструмент который вам доступен ну то есть не рулетку просто рулеткой поверить толщину стенки в 4 миллиметра именно такая толщина стенки должна быть у качественной винтовой свая на рынке огромное количество ну на мой взгляд просто брака которые ну ради экономии снижения стоимости для демпинга цен используют трех с половиной миллиметровые сваи ну с толщиной три с половиной миллиметра стенки соответственно есть гост которая регламентирует производителем трубы отклонения по толщине металла там везде написано что на но если в соответствии с этим гостом то в принципе 3 и 8 толщина попадает тоже под 4 миллиметра соответственно все производители естественно тоже хотят сэкономить поэтому они все производят под видом четверки 37 по 38 39 ну 4 очень редко встречается соответственно мы уже со многими заводами производителем трубы работали и остановились на одном предприятии которое дает нам качественную продукцию берем штангель циркуль еще раз напоминаю рулеткой это не померить вообще непонятно ничего не видно еще обращаю внимание наша труба она режется на производстве вот даже можете заметить вот такая небольшая канавка это от прожига труборезом то есть помощью плазменной резки поэтому нас края хорошие то есть я вот спокойно без всякого опасения голой рукой могу так делать если вы встречаетесь с с винтовым с вами у которых здесь куча заусенцев должны понимать что ее резали болгаркой то есть это говорит не о том что труба плохая это говорит о том что но уровень произву уровень культуры производства крайне низок и там это все сделано было как-то на коленке поэтому если у вас там болгаркой резана соответственно все эти заусенцы нужно будет сначала на пили к снять почему потому что противном случае вы не сможете произвести измерения дальше берем штангу циркуль и измеряем уже нормальную нормальный металл без каких-либо заусенцев 402 вот 4 миллиметра и с какими-то копейками но быть откровенным труба наверняка все-таки 38 а вот эти еще 0 2 миллиметра это краска которая имеется на на свои соответственно если вы свой штангель циркуль видите там каких-нибудь 37 38 нужно понимать что это изначально труба три с половиной и на ней еще краска вот я знаю что есть особенно этим страдают регионы отличные от москвы и питера например вола где я встречал такие сваи в обскове в новгородской области то есть там там вообще делают и стройки и максимальное значение которое можно увидеть измеряя штангель циркулям там 3435 но это вообще максимальное что можно когда мы в вологде монтировали 119 свай за один день техникой там водитель этого камаза которая закручила нам своим сказал что а мы свои привели свои из питера он сказал что он такие такие свои виды вообще первый раз в жизни то есть волги это вообще стабильно используется только свои три миллиметра чем это грозит тем что вот эта голова особенно при монтаже техники она техника она сворачивается то есть эти нарушать технологические отверстия и монтажная бригада говорит во все нормально уже дальше можно не крутить ну и соответственно это все сказывается на сроки службы этой свая чем толще металл тем дольше срок службы вроде бы какие-то незначительные 0 5 миллиметра какие-то пол миллиметра друзья но это как минимум 5 это может быть и 10 лет срока службы от этой свая уменьшается смысле касается лопасти у сваи у которой 108 миллиметров диаметра и 4 миллиметра толщина стенки лопасть должна быть толщиной 5 миллиметров здесь показывает почти пять с половиной но нужно понимать что своя после лопасть после того как ее порезали на плазме видите у нее такая ребристая зубчатая поверхность и еще и загибает поэтому здесь ну край откровенно не сильно ровно но лучшим если пять с половиной показывает это 5 друзья то есть мы не заявляем что у нас лопать 5 половина у нас лопать 5 миллиметров с учетом покраски и вот этих всяких шероховатости для мы еще можем поверь померить это толщину пластины толщину пластины у оголовка то есть мы используем 4 миллиметра здесь 435 опять-таки с учетом каких-то там поверхность шероховатости и краски в краской с двух сторон здесь так штанги убираем сейчас я еще расскажу как производится загиб лопасти на производство на нормальном производстве на нашем стоит пресс достаточно дорогостоящая штука у него есть матрица матрица это кстати периодически стирается но от большого количества повторений соответственно ее нужно менять вот это на нормальном производстве есть кустарные производства на которых эти лопасти гнутся ну примерно на глазок или по какому там типа шаблону с помощью трубы такой вилки такой-то матери соответственно что получается в результате нормального производства если посмотреть на лопасть давай подойди поближе с ними и сверху начнем наверно отсюда то у нее практически все время лопасть перпендикулярно вот этой оси свая но плоскость лопасти практически всегда за исключением вот этого краешка у которого немножко есть угол атаки для того чтобы войти в грунт потому что лопасть она выполняет две функции первая функция это она является путеводителем сваи на глубину ниже чем глубина промерзания грунта вашем регионе и второе она является несущим элементом для того чтобы нести нагрузку потому что сам ствол свая нагрузку нести может очень небольшую за счет силы трения о ствол свая а основной элемент который несет нагрузку это конечно же лопасть вот конечно же нужно еще обращать внимание на качество сварных швов но к сожалению под краской на это обратить внимание крайне сложно попроситесь на производство винтовых свай и нормальный производитель винтовых сваев вам свое производство покажет чем варят как говорят какой там катет шва как они обрабатывают эти швы как производится покраска и так далее на своем производстве вели видеосъемку видеоролик в описании выложим можете посмотреть как у нас производство организовано каким оборудованием и как это вообще в принципе выполняется что касается покраски вот если присмотреться вот например возю к и мы эту свою вот далеко ходить не надо по вот этой сваи на самом деле это не очень хорошо и что в результате получается получается вот такие вот следы то есть вот это двухкомпонентная бокситная эмаль она достаточно стойкая к механическим воздействием но при желании если взять нож или гвоздь конечно же мы поцарапаем до металла но такие небольшие какие-то соприкосновения металл с металлом во время транспортировки в принципе краска держит но исключать полного избежание вот этих царапин конечно же я не могу такого и заявлять что к вам приедет свои абсолютно не поцарапано но желательно конечно это дело посмотреть проверить и этих царапин должно быть как можно меньше есть вы видите что краска прямо отшелушивается и она вся прям царапинах в результате транспортировки то это конечно же говорит о том что краска крайне крайне ну плохая дешевая и на ней производитель якобы производитель тоже сэкономил я теперь про диаметры свои в основу для строительства домов применяют свои 108 миллиметров диаметре и и даже называют стандартные свои вот но на этом объекте применены два диаметра свои есть еще и такая 89 она на данном объекте применена только для крыльца все остальные свои под дом 108 вопрос можно ли применять 89 свои под каркасные дома они же легкие несущая способность 89 свои условно три тонны мы берем при расчетах да можно но если брать стандарты качества добросовестные производители винтовых свай то 89 свои штанги можно взять померить она уже три с половиной миллиметра вот эти 05 абсолютно законно уже здесь на 0 5 миллиметра тоньше чем 108 а разница в стоимости между с вами сейчас на глазок не помню но рублей 200 300 но это не та экономия который вы достигнете заменив 108 свои на 89 поэтому я этого делать не рекомендую и под свои дома мы используем только 108 свои вот что касается в принципе применение винтовых свай на винтовых сваях можно построить дома абсолютно любые деревянные то есть там брусовые си панели каркасные дома дома из лстк кстати тоже достаточно часто строят на свои на винтовых фундаментах вот каменные дома не рекомендуем не применяем но в нашей практике и на нашем канале есть как минимум два кажется видеоролика о том о тех исключительных случаях когда заказчики использовали свайно-винтовую технологию в качестве фундамента под газобетонные дома ссылки на эти ролики тоже будут в описании посмотрите кому интересно но еще раз предупреждаю но и напоминаю что мы так делать точно не рекомендуем и вообще тем кто подумает что этим видео роликом я пытаюсь пропиарить свайно-винтовую технологию друзья на самом деле и меня это кстати очень радует ленинградской области по крайней мере теперь из 10 заключенных договоров на строительство каркасного дома как минимум 6 это на железобетонных плитах то есть но не знаю может экономическая там какая-то составляющая стране стала стабилизироваться может что-то еще но люди все больше и больше и все чаще заказывают на бетонном фундаменте для домов для постоянного проживания и меня это только радует что касается винтовых свай есть у вас дачный дом то однозначно лучше построить на винтовых сваях нет смысла заморачиваться с железобетонной плитой потому что это где в 10 раз дороже со всеми вытекающими необходимостями вокруг это железобетонной плиты напомню что свайная если сравнивать по цене то нужно сравнить не только свои и не только плиту но со своими еще плюсом идет обвязка винтовых свай идет обязательно цокольное перекрытие с утеплением с пароизоляции с влаговетрозащитой черновыми полами и так далее вот при железобетонной плите там тоже есть утепление там кроме того нужно утеплять цоколь свайно-винтовом фундаменте цоколь утеплять бесполезно и абсолютно не нужно потому что там наоборот нужно вентилируемое пространство под цокольным перекрытием для того чтобы там у вас не запресневело не не засырело вот кроме того железобетонного плиты железобетонного фундамента обязательно нужен при фундаментный дренаж в 90 процентах случаев по крайней мере в ленинградской области нужно утепленная отмазка нужно обязательно ливневая канализация для свайно-винтового фундамента под дачный дом в каком-нибудь садоводстве и это необходимости в этом нету поэтому там если реально посчитать то в 10 раз есть разница в стоимости я как-нибудь блин все-таки это дело посчитаю более предметно все обещаю обещаю никак времени нету друзья еще хочется рассказать про технологическое отверстие вот это отверстие вверху свая она называется технологическим во первых ну есть так такое поверье это действительно так что монтаж винтовой свая считается достигнутым том случае если произошла деформация этого отверстия я вот вам сейчас покажу смотрите диаметр вот этой штуки но рулетки сейчас нету но меньше пяти сантиметров меньше арматура которая они крутят 32 там 34 вот понимаете что если взять отверстие побольше арматуру потоньше то деформацию это технологического отверстия произойдет гораздо раньше гораздо при меньшем усилии чем в нашем случае поэтому это такая куко естественное значение что вот есть деформационное отверстие искривилась там или изменилась то своя достигла своей лопасти до несущего грунта в нем уплотнилась еще один момент хочется сказать что если у вас монтаж происходит зимой вы не хотите поругаться с монтажной бригадой попасть на какие-то дополнительные работа не хотите им навредить навредничать то пожалуйста не делайте медвежью услугу не убирайте со снега участок вот в данный момент на этом участке хотя зима уже подходит концу у нас были и минус 30 ленинградской области грунт практически не промерз только вот буквально какие-то вот здесь места 6 свая нашли какое-то место где немножко промерзла вот то есть под снегом в принципе грунт не промерзает в ленинградской области где-нибудь там мурманске понятное дело промерзает здесь нет просто вот сейчас бригадиром тоже стоял по-свойски болтал рассказывает что до был участок буквально совсем недавно на которой они проехали приехали там грунт промерз вообще на 60 сантиметров почему потому что до этого пытались там забить железобетонные свои не смогли соответственно площадка была вся утоптанная снег был почищен и грунт промерз на 60 сантиметров соответственно это прибавляет работы бригаде еще на два а то и на три дня плюс работа отбойного молотка и плюс работа генератора в том случае если у вас участок не подключен к электричеству поэтому имейте это в виду и ну не оказываете это медвежью услугу как себе так и бригаде следующий вопрос который хотел бы осветить и вам подсказать это то как правильно договориться с бригадой о размещении вашего фундамента на вашем участке если вы думаете что вы приедете на участок и просто скажете что вот там линия забора от нее там три метра отступить это будет абсолютно неверный подход но поверьте моей практике уже фундаментом занимаюсь почти 10 лет вот буквально через пару-тройку месяцев стукнет 10 лет чего только я в своей жизни не видел своей практике общение заказчика значит самое главное нужно понять что как правило все строения имеют прямоугольную форму конечно бывают исключения но все равно у них есть какие-то прямые углы а у участка прямых углов практически никогда не бывает это так кажется на плане что вот она дорога вот он как где-то тут будет мой забор здесь прямой угол нет неверно поэтому а бригадир за вас точно решение каких принимать не будет и директор строительной компании тоже поэтому вам нужно самим только для вас уже разобраться с этим вопросом что потом не жить и не плеваться во все стороны вам нужно четко понять на каком расстоянии от забора с соседом и на каком расстоянии от дороги вот за камерой дорога вам необходимо установить ваш фундамент вашего будущего дома во первых рекомендую связаться с управляющей компании коттеджного поселка населенного пункта администрации и так далее и выяснить на каких расстояниях необходимо ставить то строение которое вы будете ставить просто у баня одни расстояние у жилого дома другие у сарая хоз постройки 3 и так далее поэтому выяснили вот это расстояние от дороги одно от забора другое и тут самое главное вам понять для себя определиться глядя на план своего участка относительно какой из этих линий вам нужно чтобы дом был параллелен потому что быть параллельным границы участка 1 и 2 при условии что здесь за спиной оператора не прямой угол участка невозможно край 2 у нас идет и вот на тут запущен забор и забору отравняли мне да вот это мнение свой четко вид довернута еще судя по всему довернули и у меня дом стал а криво б крыльцо вот наличество крыльцо ну вот отрезано ну было вот она была крыльца и она оказалась практически на улице при условии что это территория города санкт-петербург пушкинский район мне естественно не то что искать не согласовали мне бы еще бы выдели предписание бы и штраф выписали да 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 еще палками обгнали и поэтому когда встал вопрос как участок то маленький участок на самом деле 6 соток а дом 7 приятно видеть специалистом стал вопрос не только подвинуть его линеи ну еще и довернуть после того как вы определились для себя то есть это нужно делать задолго до того как вы заказали фундамент к вам уже приехал бригада вам нужно уже но определиться нужно задолго до а когда приехал бригада уже и свое решение им только довести не только устно но и на практике фон на бумаге то есть в нашей компании есть специально разработанное приложение к договору на монтаж с военно-винтового фундамента где бригадир с заказчиком на объекте схематично чертит ваш дом пишет расстояние от чего и фиксируется за подписью заказчика чтобы он потом не сказал что я говорил или имел ввиду другое а такие случаи были вплоть до того что было так что вот приехал бригадир на такой участок ему дал заказчик сказал там три метра труда 3 отсюда и уехал бригадир посмотрел на план и подумал блин там лес терраса должна выходить сюда а заказчик подумал что терраса должна выходить сюда вот от такого было что дом полностью разворачивали в разные стороны поэтому сориентируйте на бригадира и если вы занимаетесь этом видом бизнеса строительством строительством фундаментов имейте ввиду что такие случаи бывают обезопасите себя просто заказчик который приедет принимать работу он у вас ее не примет есть у вас нет бумажки и он вам не заплатит тут оставшийся платеж который необходимо заплатить по договору вот поэтому я весь свой опыт передаю вам теперь друзья наконец переходим к монтажу много теории было значит когда вы определились на каком расстоянии до еще один момент вот хочется все-таки вернуться еще раз об этом сказать вот на этом участке вот заказчик каким образом подошел серега даже не выключайся прямо развернись на про ровно за тобой заодно люди поймут где ты находишься видите вот эта вешка кривая и стеклопластиковые арматуры и вот где-то там в лицу он где-то там в лесу есть такая же кривая вешка вот эта граница участка для заказчика кто эту вешку поставил на основании чего ее поставил неизвестно и имейте ввиду это ответственность ваша как владельцы этого участка то есть мы вам если эти работы не производили по привязке участка к местности то есть определение границ участка к вам не выезжал геодезист от нашей компании начать от не наша ответственность это ваша ответственность поэтому к этому вопросу подходите очень скрупулезно у нас в нашей практике было несколько случаев в московском регионе два раза и в ленинградской области по моему один раз когда нам приходилось за дополнительно деньги заказчику приходилось платить а нам приходилось переносить дома относительно границ просто вот этот сосед приедет и скажет с геодезистом и заплатит там 7 8 10 тысяч рублей и скажет а ты на 30 сантиметров заступил на границу моего участка и что вы будете делать вы будете кланяться ему многие договариваться с ним о том чтобы он промолчал а потом у вас все равно будет проблема при строительстве забора при продаже этого участка при продаже участкой его сосед когда будет продавать сейчас поэтому лучше всего не экономить да 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 заводили не экономить и произвести разметку участка силами профессионального геодезиста до того как вы начнете какие-либо строительные работы здесь выполнять вот после того как вы определились с этими размерами от дороги и от границы участка определились относительно какой границы участка дом у вас будет параллелен вот нам заказчик определил за оператором там бечевка натянута это граница участка которая параллельно дороге и этот фундамент и этот дом должен быть параллелен той границы соответственно параллельно этой границы он точно не будет если там не 90 градусов определились 1 свая ее и закрутили вот после того как скрутили ее уже крутится 2 3 и 4 свая при этом проверяются геометрические размеры между своими и диагонали качестве проверяющего инструмента должна выступать если не лазерная рулетка то как минимум рулетка с металлической лентой стальной да блин вот иначе она будет тянуться и измерение будет некорректно и видели когда не такой фискарс тут на этом месте как раз хочется больной вопрос обсудить это глубина приемка ну смотрите байка ходит что типа прямо копать нельзя и так далее ну и типа рабочие специально копают приемки потому что им лень крутить но я вам с полной ответственности заявляю потому что в начале своей карьеры я крутил свои крутить свои гораздо легче чем копать вот эти ямы и зачастую копка приемка связано с тем что необходимо чтобы лопать свои это кстати обязательно условия была ниже чем максимально возможная глубина промерзания грунта вашем регионе ленинградской области но документально зафиксировано 1 и 2 метра но общепринятая величина все-таки в полтора поэтому заказчик когда видит что глубина вернее глубина вкручивания свая меньше чем полтора метра он обычно начинает нервничать соответственно чтобы не было вот этих нервных моментов и копается этот приемок например в красноярском крае там вообще глубина приемка и прямо выполняется техникой потому что там длина если в нашем случае длина стандартных так называемых свой общепринятые два с половиной метра то в красноярске три с половиной метра минимальная длина свай потому что в глубина промерзания более двух с половиной метров соответственно там на два два с метр делается при ямок и ничего в этом страшного нету все дома стоят и то что они копают эти ямы они правильно делают я это с высоты своего почти десятилетнего опыта вам полностью ответственно заявляю следующий вопрос это высота уровня обрезки сваи к этому вопросу тоже нужно быть готовым и не надо говорить вы же строители вам виднее вы должны знать нет вы как заказчик должны определить строителя на какой высоте будет ваш дом потому что я в своей жизни встречал всякое там 200 метрах от финского залива строили дом там заказчик вообще скал на метр поднять потому что вдруг финский залив когда-нибудь разольется не суть значит к этому вопросу нужно быть готовым и на него нужно ответить бригадеру не задерживать его работу соответственно здесь заказчик поступил каким образом вот он показал отметку это высота снег убрали это высота заезда и он сказал чтобы ближайшая сторона дома было не менее чем на 50 в общем 50-60 сантиметров выше чем уровень заезда почему потому что он в дальнейшем планируется еще производить подсыпку участка она частично произведена но видно не успели до конца соответственно и и будет производить дальше поэтому уровень дома он хочет относительно заезда уча на участок что был выше на 50 сантиметров минимум правильное логичное решение я его поддерживаю но это не означает что эта информация достаточно желательно конечно очень желательно возбуждение каких-либо недоразумений чтобы заказчик в этот момент был на участке к сожалению наш заказчик уехал смотрите что получается вот это первая свая которую вкрутили и минимальная высота максимальная высота этой сваи возможно это вот под обрез технологического отверстия естественно так обрезать нельзя и сюда головок нельзя деть здесь дырка технологическое отверстие соответственно нужно обрезать эту свою так это уже по нивелиру посмотрели высота над той точкой 56 сантиметров то есть попадает в требования заказчика если было 50 это было вот так здесь 56 теперь смотрим на ту свою участков ровных практически не бывает вот белым белой чертой отмечена тот же уровень что и на той своей на 1 соответственно здесь всего 35 сантиметров достаточно это для заказчика или недостаточно на этот вопрос ответить может только заказчик ну это не нарушает никаких требований норм вот но с моральной точки зрения заказчик готов чтобы его дом в этой точке возвышался над уровнем грунта на 35 сантиметров или он хочет все-таки на 50 вот это очень щекотливый момент и в избежание таких моментов я бы предлагал всем заказчикам все-таки дождаться когда будет закручена 4 винтовые свая произведена вот такая манипуляция с вот этими белыми кольцами и тогда уже заказчик определяет да или нет скажите а что можно сделать вид на той свая это в максимальная высота на самом деле нет ее конечно же можно так обрезать здесь наварить муфту увеличить высоту этой свая для того чтобы там было 50 но тогда и здесь будет не 56 а уже будет 70 сантиметров это уже скорее всего нужно будет металлической обвязкой ну про виды обязан мы поговорим позже может быть даже не в этом видеоролике а в следующем но тем не менее соответственно это может быть удорожание плюс то все эти муфты на варке и так далее это тоже работа она тоже стоит денег соответственно тут только заказчик может вот нивелировать этот вопрос каких-то требования которые регламентировали бы высоту свая над уровнем грунта их нету не существует вряд ли вообще когда-то будут поэтому тут только уже заказчик может принимать решение а если у вас на участке перепад высоты еще больше вот эта разница в зависимости от размера вашего дома чем больше дом тем больше будет разница она будет еще больше соответственно тут нужно будет принимать каких-то решений поэтому очень желательно чтобы заказчик присутствовал на объекте до выполнения вот этих работ и принятия решения окончательного немаловажно друзья еще и проверять длину свай потому что есть у вас договоре написано три метра должно быть три метра здесь пошли хочется еще рассказать о том почему три метра сюда приезжал наш сотрудник который производит исследование грунта на предмет глубины на которые залегают несущие слои грунта обычно в ленинградской области там процентов 70 80 заказов это это все таки двух с половиной метровые свая но здесь три исключения хоть и редкая почему потому что в результате этого исследования он понял что глубина залегания несущих грунтов находится глубже чем привычные там полтора два метра поэтому свои трехметровые что у нас над землей сейчас 80 80 с копейками 85 сантиметров скажите вы зачем вот этот лишний кусок друзья точность измерения вот этим сотрудникам которые вы выезжает на участок она примерно ну 0 5 метров равна то есть более точного измерения не произвести и классификация свая на тоже размерный ряд кратно полметра не метра полметра соответственно да вот этот обрезок будет выкинуть но и двух с половиной метровых свай здесь точно было бы недостаточно сказать что человек который выезжает на проведение исследования грунта никогда не ошибается и все его заключение абсолютно на сто процентов верны сказать такого не могу большом количестве заказов ошибки все равно имеются но без такого выезда вероятность таких ошибок будет гораздо выше в разы еще одна причина по которой заказчику я бы рекомендовал все-таки находиться на участке до тех пор пока не будет смонтирована 4 свои почему потому что в разных углах участка результат вкручивания может быть абсолютно разные то есть здесь своя может быть нужна и трехметровая где-то она может быть нужно будет 4 5 из 16 метровые такие случаи тоже бывают что на одном участке глубина залегания несущего грунта на разной глубине соответственно и разные свои нужны а вы как заказчик желательно чтобы убедились что свая закручивается с трудом что она достигла несущих грунтов что для ее закручивания прилагалась должна ну достаточное усилие почему потому что если бригада не ответственно если они первый последний раз видят в этой жизни вы их заказали где-то на авито то вполне возможно что вы заказали двух с половиной метровые свои у вас половина участка соответствует это длине своя половина проваливаются вы думаете это бригада будет опять ждать полдня или день или на следующий день приезжать пока вы свои поменяете на более длинный нет она вам их вкрутит благо они легко будут закручиваться и оставят обрежет и уедут вас потом пол дома ся и из-за того что свои не набрала несущую способность или какой-то угол просяет то есть вероятность того что длина свои выбрана правильно при вкручивании четырех углов она уже достаточно высока только после этого после того как вы определились по высоте свои над грунтом уже можно уезжать и приезжать тогда когда будет близится работа к завершению но до того как заполняется по своей раствором или смесью если вы бригаде не полностью доверяете а хотите ее проверить так друзья завершаем этот видеоролик в конце хочется рассказать но почему я такое хорошее настроение оператору скажу ставит кадр если вы видели то что я сейчас вижу ну ладно вот в конце хочется рассказать ответить на такой вопрос зачастую спрашивает а можно ли вот так вот свайно-винтовой фундамент оставлять без нагрузки без дома там на какое-то время друзья бесконечное количество времени можно это делать на бесконечное количество времени если с бетонным фундаментом есть еще определенное ограничение что вода может под бетонный фундамент залиться нет дренажа морозное пучение может фундамент поднять это все правда действительно так нагрузка тут ни при чем то со свайно-винтовой фундамент абсолютно без разницы у него лопасть находится ниже глубины промерзания соответственно грунт до при переходе зимнее в летнее время и обратно движение грунта происходит но лопасть он никак не касается ну в результате того что замерзает и отверзает грунт поэтому можно еще один момент это ширина головка вы наверное краем глаза уже видите что за мной уже собирается брусовая обвязка они ему поговорим следующей серии но хочу обратить ваше внимание на то что в моей компании под те дома которые строим и я настоятельно всем рекомендую использовать оголовки не 200 на 200 вот эти игрушечные которые обычно используются на ну в других строительных компаний а 250 на 250 а в следующем видеоролике про обвязку я обязательно расскажу почему для того чтобы не пропустить обязательно подпишитесь на наш канал на этом объекте я постараюсь приложу все усилия чтобы плода плана планомерно снимать подряд видеоролики очень подробно про то как строится правильно и каркасный дом вот сегодняшний видеосюжет я заканчиваю на этом хорошего у меня и крепкого фундамента по жизни пока